Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Рим – это город-праздник. Всегда проходят какие-то подготовки и праздники. Сегодня шла на работу и вспомнила, что государственная полиция Италии празднует свою 171-ю годовщину со дня основания. Мероприятия проходили на многих площадях Рима. Пробежать мимо этого невозможно. Я на секунду остановилась, чтобы снять небольшое видео и передать вам атмосферу. 21 апреля Рим будет праздновать день рождения города. Уже идут активные подготовки. На площади Испании стоят грузовики с азалиями. Не бывает римской весны без азалий, которые украшают своими разноцветными цветами лестницу XVIII века Тринитада и Монти. Правда, все ее привыкли называть испанской лестницей. Традиция инфераты зародилась в 1930-х годах. Выставка цветов первоначально проходила в парте Вилла Альдебрандини. А в 1952 году она навсегда переехала на площадь Испании. Азалии на лестнице будут стоять почти около месяца, но это всегда зависит от погодных условий. Жаркая погода или чересчур дождливые дни сокращают время цветения азалий, и поэтому вазоны с азалиями могут убрать и раньше. Но в любом случае, когда я буду на Испанской площади, я обязательно буду показывать вам эту красоту. Какая же все-таки прекрасная традиция – украшать лестницу вазонами цветущих азалий. Как приятно любоваться красотой. А сейчас я уже нахожусь на улице Маргутта. Я шла навстречу через эту улицу. И невозможно не заглянуть во дворик, где цветет глициния. Как жаль, что невозможно передать аромат глицинии. Аромат ее витает по всей улице Маргутта. Во время цветения глициния этот дворик очень популярен у фотографов. Здесь часто проводят фотосессии. Сейчас здесь никого, потому что очень рано. Площадь Святого Петра Даже после пасхальных праздников народу на площади Святого Петра не становится меньше. Огромная очередь, которую вы видите, стоит для того, чтобы пройти рамку металлоискателя, а потом пройти в собор Святого Петра. Эти съемки я делала в 8.30 в 8.40 утра. Пока народ стоит в очереди, здесь на площади расставляют стулья. Готовятся к миссии. Заметьте, как ровненько расставлены стулья. Чтобы получить такие ровные ряды, два человека держат натянутую веревку по длине ряда и по ней доставляют стулья. А эти машины с тележками привозят на площадь Святого Петра. Жизнь кипит и бурлит. Как приятно за всем этим наблюдать. Вот и у меня сейчас начнется мой рабочий день. Как я уже говорила, я каждый день по несколько минут перед работой и после работы снимаю для вас видео. Сегодня у меня вновь встреча на площади Святого Петра. И перед работой есть немного времени, чтобы показать вам кое-что новое. В 2025 году в Ватикане будет юбилейный святой год. Ватиканы в Рим съедутся христиане со всего мира. Уже идут подготовки к этому празднику. В 100 метрах от колоннады Бернини, собора Святого Петра, на верхнем этаже автостоянки терминал Джаниколо, в марте 2023 года открыли новый торговый центр Капут Мунди, который будет удобно посетить не только местным жителям, но и туристам, которые приезжают со всего мира. Есть три входа в торговый центр, один из которых находится прямо на Виа-Делла Кончилиацьоне. Мне кажется, очень удобное место выбрали для этого торгового центра, прямо в центре Рима. Пойдемте, я покажу вам, где он находится. Может быть, кто-нибудь из вас и заглянет в этот торговый центр. Самое главное, надо идти по указателям, и они вас выведут. Мы знаем, что в Риме очень трудно найти парковку для машины. Но здесь все предусмотрено. Все посетители торгово-развлекательного центра могут оставить свои автомобили на многоэтажной парковке, расположенной внутри этого же здания. Прекрасное место, чтобы совершить покупки и провести время среди моды, хорошей еды, искусства и развлечений. В торговом центре Капутмунди будут проходить культурные мероприятия, художественные выставки, что сделает торгово-развлекательный центр уникальным. А время покажет, насколько он будет популярен, а пока о нем мало кто знает. На стоянке этого торгово-развлекательного центра сейчас паркуются туристические автобусы, и, конечно же, эти туристы обязательно перед тем, как уехать из Рима, будут посещать этот торговый центр. Любители шопинга найдут здесь более 40 итальянских и зарубежных брендов, некоторые из которых дебютируют в Италии. Здесь можно приобрести одежду, аксессуары, украшения, игрушки, косметику, а также можно перекусить и купить продукты. КОНЕЦ Моё внимание привлёк отдел, где продают свечи «Сайн», каждая из которых посвящена святому покровителю. Свеча с нежным ароматом и полностью изготовлена вручную, из пищевого воска со смесью сои и кокоса. Каждой свече прилагается молитва и монета, вложенная в свечу. Перед первым зажжением можно прочесть вслух молитвы святого покровителя, а затем зажечь свечу. После нескольких использований, когда воск полностью сгорит, вы найдёте на дне свечи монету с изображением святого. По-моему, это необычный и очень приятный подарок. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для изготовления всех изделий Канаде Бамбу используются только натуральные ткани, изготовленные из волокна бамбука. От шарфиков до обуви, от сумок до аксессуаров, качество этих изделий очень отличается от других производителей. Я показала вам небольшой обзор торгового центра Капутмунди. Может быть и вы однажды пройдетесь по залам этого торгового центра. Помните, что он находится рядом с собором Святого Петра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok В следующем видео я вновь вернусь в район Трастевери. Скорее всего, это будет видео для тех, кому нравится этот район, а не для тех, кто пытается что-то заметить в нем пугающее. Район Трастевери я очень люблю, показывала его и буду показывать, что бы вы в комментариях мне не писали. Кроме расписных стен и множества туристов, там всегда можно найти много интересного. Но иногда мне хочется отдохнуть и просто понаблюдать за туристами, полюбоваться, как радуются люди жизни, и просто побыть самой в роли туриста в любимом городе. Мне не всегда понятно, почему вы пытаетесь рассмотреть что-то грязное и неприятное, взамен того, что можно там же увидеть что-то светлое и прекрасное. В одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой листвы и зеленый вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Автором этих строк является Амар Хайям. А я на этом, дорогие друзья, буду прощаться с вами. Ставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. До новых прогулок и до новых встреч в Вечном Городе! Амар Хайям Амар Хайям Амар Хайям Амар Хайям Субтитры создавал DimaTorzok